Друзья, привет! Нам всем хочется весны и мы всеми способами уже ее заманиваем в нашу школу СС Абри Декоросион. На этой неделе у нас будет два мастер-класса основы сервировки и декорирования стола и вторая сервировка в стиле бракан. И мы всегда готовим очень красивых, ну готовим нашу школу, чтобы у нас было красиво и уютно и всегда наполняем ее цветами. Во-первых, большая часть учениц у нас все-таки женщины и цветы всегда радуют глаз. А во-вторых, цветы нам нужны для того, чтобы показывать на наших уроках, как использовать цветы, флористику в сервировке стола. Значит, ну что, закатаем рукава. Можете себе представить, что вот в этой упаковке 50 штук тюльпанов. И здесь мои любимые тюльпаны, которые называются пород, в переводе с попугай. Они безумно красивые, я очень их люблю. Я вообще очень люблю цветы, но из тюльпанов предпочитаю именно этот сорт. Они очень красиво раскрываются. Видите, как сейчас на сервировке у нас стоит этот тоже пород. И они, представьте, когда мы их купили, они были тоже вот в таком состоянии. Я хочу вам сказать, что тюльпаны, после того, когда они уже срезаны, и когда вы ставите их в воду, они еще продолжают расти. И поэтому они выскочат, вот эти вот все их бутоны выскочат, потом вырастут в сантиметрах, наверное, на 5 даже. Как видите здесь, и сами бутоны вырастут, и ствол тюльпанов. Значит, а я пользуюсь случаем, что у нас такое количество тюльпанов, хочу показать вам, как за ними ухаживать, для того, чтобы они долго стояли. Тюльпаны – это один из цветов, которые нужно обрезать под углом 90 градусов. Не 45, как обычно, а именно 90. Вот таким образом вы его обрезаете и ставите в холодную воду с чистой водой. Что я сказала, непонятно. Ставим в чистую вазу с холодной водой. Все время я хочу быть серьезнее, никогда не получается. И вот так мы один за другим, один за другим обрезаем под углом 90 градусов и ставим в воду. Сначала я просто заполню эту вазу, а потом уже буду распределять и формировать букеты и украшать наше помещение школы. Так, представляете, 5 пучков по 10 штук. Я вообще очень люблю, очень люблю тюльпаны, потому что они мне ассоциируются с такими первыми весенними цветами. Хотя сейчас уже с Голландией, которая из Польши, которая выращивает огромное количество тюльпанов, круглогодично, можно сказать так. И они уже доступны не только весной, но и летом, зимой. А раньше у них всегда была ассоциация, в моем детстве, когда я видела тюльпаны, это всегда было 8 марта, так же, как свежие огурцы. Вообще с тюльпанами очень много интересных легенд. Очень мне нравится легенда про желтый тюльпан. Я когда-то о ней рассказывала, хотя у меня сейчас розовые тюльпаны, но легенду про желтый тюльпан я тоже вам расскажу. В горах, вот таков горах, росли загадочные цветы. Эти цветы никогда не раскрывались. Они были желтые, солнечные, подобны солнцу. И было такое поверье, что тому, кому раскроется этот цветок, этот желтый бутон, у того будет счастье всю жизнь. И все пытались, все этому цветку улыбались, просили его раскрыться, но он не раскрывался. И вот однажды по этой поляне гуляла мама с ребенком. И мальчик был настолько веселый, настолько он был жизнерадостный и, будем говорить, нетребовательный к этому миру. Он подбежал к цветку и очень открыто и весело рассмеялся. А цветок настолько удивился искренности его смеха, что сам бы хотел посмотреть, что это, кто это так смеется, что это за человечек. И он раскрылся. Таким образом, желтые тюльпаны считаются символом счастья. И не верьте, что они вестники разлуки. Вот, посмотрите, как красиво. И вы знаете, я вам через какое-то время покажу, что с ними произошло, как они выросли и как они раскрылись. Мои любимые тюльпанчики пород.